Русский север За последние годы число рабочих сократилось на 50 тысяч человек. Грузооборот уменьшился в десятки раз. Порт в запустении. Предприятие медленно умирает. Я в порту работаю уже 30 лет. И действительно на моих глазах все это произошло. Суда стояли в 3-4 корпуса. Это правда абсолютная. Вагоны просто было не протолкнуть. Рыбокомбинат здесь вот кругом. Все, работа кипела. Днем и ночью просто крутилась, езжала. И вот за эти 20 лет действительно все это сократилось. Судоремонта нет. Рыбокомбинат фактически не работает в том понимании, как это было раньше. За 23 года тут много чего изменилось. В лучшую сторону ничего практически. Раньше вот технику покупали. Ну и насчет кранов. Вот это самое главное у нас. Без крана порт встанет практически. Хоть погрузчиков там накупить. Надо краны менять как-то. Или будем по трапу носить как в царские времена еще. За кусок селедки, за кусок селедки. На протяжении многих лет мы часто слышали о проблемах российской рыбодобычи. Виновником вывоза рыбы за рубеж назывались криминальные структуры. Однако главный виновник здесь – сама власть, бросившая экономический потенциал страны на растерзание дикому рынку. Сегодня Мурманский порт практически не в состоянии принимать суда. Отсутствует элементарная портовая инфраструктура. Сломаны краны. Порт не может дать судам ни тепла, ни света, ни емкости для выловленной рыбы. Рыба в 90-х годах ушла на Норвегию в основном. Там стали работать. Ну и мы видим, что завтрашний день он никак не прорисовывается в благоприятные перспективы. Как для государства, так и для нас, как для простых работников. Вот посмотрите, здесь для того, чтобы прийти выгрузить в порт Мурманск рыбопродукцию, которую мы наладили, это было проблематично. Некуда выгружать, а емкостей нет. Холодильники все завалены, забиты. Власть должна повернуться лицом к рыбной промышленности. Это прежде всего. И наша прям на глазах, она заебается. И все-таки многие еще ждут. Они надеются, что об их нуждах вспомнят, что государство придет на помощь. Но эти надежды тщетны. Некомпетентность власти, ее синтез с бизнесом и криминалом убивают страну. В Мурманске осталось три крупных предприятия, только те, которые образовались в профсоюзе в 90-х годах. Пароходство, торговый и рыбный порт. Остальных предприятий нет. Они были более крупные, более мощными даже. Люди ждали, когда придет прокурор, когда придет милиция, ведет порядок. К сожалению, никто не придет. Любой этот бизнес, который крупный, он, как правило, имеет корни, которые уходят в Москву. Если так любое бизнес копнуть, то и всегда единородство нащупаешь. Поэтому как же они сами себе будут вредить? Я, честно говоря, не могу так вспомнить, чтобы государство поворачивалось лицом к тем, кто занимается производством. Пока у нас есть ресурсы, мы не будем интересны. И вопрос о том, что мы будем кушать сегодня, завтра, по каким ценам, по всей вероятности, волнует не всех. Люди, от которых зависит решение этих вопросов, вопрос, наверное, перед ними такой не стоит. У них есть, что кушать. Моряки и докеры – народ серьезный. Они не привыкли думать одно, а говорить другое. Находясь в постоянной борьбе за свои права, они оценивают политиков не по словам, а по их делам. Депутат-коммунист Саженов такой у нас был представителем областной думы. Даже этот вопрос был в повестке дня областной думы. Поменяли руководителя, который допустил такие вещи. Поэтому мы и взаимодействуем с коммунистами. Это вот лицемерие повальное, которое происходит по всей стране. Когда по телевизору нам заявляют представители Единой России, что у нас все хорошо. По факту, когда сталкиваешься с этим непосредственно, оказывается, что у нас все наоборот. Но с правящей партией-то никаких отношений нет. А помогали нам КПРФ. Современный бизнес, современные политические партии, они растаскивают мое государство. Они его уничтожают. Я обращался и к бизнесу, и к партиям, ко всем, и к депутатам. И оказалось так, что только те депутаты, которые создали КПРФ, были последовательны до конца. Остальные за деньги, скажем так, условно, поменяли свое мнение. Когда мы уже здесь собирали комитет по торговому порту, по той ситуации, которая у нас тогда сложилась в 90-м порту. И единороссы. Практически все от губернатора, от мэра, все в одной партии. Однопартийная система. Это чебурда получается. Да, такая вот чебурда. И катится эта чебурда по стране, оставляя после себя разруху и людское горе. Продолжение следует...